Приветствую, друзья, на канале Рецепты Гостях у Вани. Рад, что вы сегодня у меня в гостях, а я предлагаю приготовить очень вкусные лепешки с картофелем. Называется кастебей. Я покажу очень простой рецепт, я уверен, вы его оцените. Кастебей это очень вкусные лепешки, которые традиционно готовят на завтрак с картофельной начинкой. Для начала нужно приготовить картофельное пюре. Я беру полтора килограмма картофеля, очищаю его и разрезаю на две половины. Я заливаю холодной водой и отправляю на плиту. Конечно же, воду обязательно нужно подсолить, чтобы картофель не был пресный. И, конечно же, будет очень вкусно, если добавить обжаренный лук на подсолнечном масле. Сильно много масла к луку я не добавляю, а держу стакан воды под рукой. Покажу для чего. Чтобы лук получился вкусный, сладкий, карамелизированный. Как только вижу, что на дне образовались маленькие прижарочки, я добавляю по одной столовой ложке воды. Аккуратно, по краям сковороды. И хорошенько прохожусь с лопаткой по дну. И таким образом весь вкус переходит на лук. Если еще вы так лук не жарили, попробуйте, вам понравится. В самом конце подсаливаю лук, чтобы не был пресным. Свежемолотого черного перца для пиканности. И отставляю сковороду в сторону. Готовность картофеля проверяю с помощью вилки. Мягкий, значит готов. Сливаю воду и даю постоять картофелю под крышкой еще несколько минут. Так вкуснее будет. В это время, пока картофель под крышкой, я разогреваю один стакан сливок жирностью 33%. Добавляю немного чеснока сушеного, конечно же, по вкусу. И соли, чтобы она растворилась в сливках. Как вариант, можно использовать и молоко. Как только начинаю переминать картофель, я добавляю по одной столовой ложке сливочного масла. Оно сейчас хорошо растворится. На этот объем картофеля я возьму примерно 2-3 столовые ложки сливочного масла. Чем больше сливочного масла, тем, конечно же, вкуснее. А затем уже добавляем разогретые сливки. Так получается очень вкусное картофельное пюре. Время пришло добавить вкусный обжаренный лук. Тщательно перемешать, проверить на вкус, и картофельное пюре готово. И ароматная начинка для этих лепешек. Если вы любите начинку для кастыбы, я люблю добавить еще немного укропа. Для ароматов и витаминов зелень не помешает. Кастыбы готовлю на завтрак. И чтобы не возиться с тестом, хочу поделиться вкусным вариантом. Рекомендую приготовить с лавашом, либо пресной лепешкой, тортильей. Я уже много раз так готовил, и получается очень вкусно. А главное, быстро. Изнутри ничего смазывать не нужно. Выкладываю вкусное картофельное пюре и посыпаю зеленью. Вкусно получается, а главное, очень быстро. Мне нравится использовать лаваш, либо вот такие тортильи, потому что я всегда держу их в морозилке, а когда нужно, достаю с вечера, а утром уже готовлю вкусный завтрак. Обжарю на большой стальной сковороде на подсолнечном масле. До золотистого цвета. Удобно взять большую сковороду, чтобы готовить сразу по несколько штук. Подбирайте температуру. Сейчас у меня стоит самая минимальная, потому что сковорода стальная хорошо нагрелась, чтобы лепешки не подгорали, а красиво подрумянивались. Очень удобно и быстро готовится на сковороде. Сразу уже делаю следующую партию. Сковорода большая, готовлю сразу по несколько штук. Очень быстро и удобно. Когда я довольна результатом с обеих сторон, посмотрите, какие красивые получаются, я перекладываю на решетку, для того, чтобы они не запаривались снизу. И отправляю следующую партию на сковороду. Вот такая вкуснотича, друзья, у меня получилась. Обязательно нужно заваривать чай и дегустировать эти вкусные лепешки. Я довольный результатом готовлю часто и хочу поделиться с вами этой вкуснотичей. По вкусу великолепно. Приготовьте такие татарские лепешки и вы, друзья, насладитесь вкуснотичей. Напоминает чем-то пирожки с картошкой. Подписывайтесь на канал Рецепты Костях Вани, пишите побольше комментариев, я все с удовольствием читаю. Заходите чаще ко мне в гости. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok